Россия может отказаться от Болонской системы образования. За ее отмену выступили профильный комитет Госдумы, ряд чиновников и сенаторов. Чем это связано и как к этому относятся студенты и преподаватели? А когда Россия откажется от Болонской образовательной системы, чем это очревато для некоторых студентов? Целый ряд ведомств за последние сутки выступили за отмену системы оболоковриата и магистратуры в России, учащиеся, судя по высказываниям в соцсетях, в замешательстве на будущем образовательного процесса и международных обменов Александра Сидорова. За отмену Болонской системы выступили профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию, ряд сенаторов, секретарь российского совбеза Николай Патрушев и даже Следственный комитет. Спикер Думы Володин заявил, насколько ему известно, все фракции поддерживают выход России из Болонской системы. Глава счетной палаты Алексей Кудрин призвал не торопиться с отказом от международных образовательных стандартов. В Совете Федерации вопрос обсудят 6 июня. Но в вузовской среде есть ощущение, что вопрос решен. Студенты и преподаватели начали обсуждать возможную отмену Болонской системы еще в марте. Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему трехуровневую систему образования, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру в 2003 году. Это было долгожданное событие. По единым стандартам работают вузы около 50 стран мира, из неевропейских, в том числе в Арабских Эмиратах. Китай, не являясь формально частью Болонской системы, в некоторых вузах обучает по принципу 4 плюс 2. И 19 лет российские университеты обкатывали соответствующие учебные планы. По многим направлениям достойные магистрские программы появились только в последние годы. Бакалавриат помогал студентам понять, на чем они хотели бы специализироваться, а магистратура – углубиться в профессиональную область. Например, в бакалавриате можно было учиться на юриспруденции, а в магистратуре – на юриспруденции в сфере недвижимости. Некоторые студенты выбирали в магистратуре кардинально новое направление, получая два разных образования. Плюс такая система упрощала международные обмены. В РАН неоднозначно восприняли предложение Миноборнауки отказаться от баллонской системы. С обменами с учетом геополитики в последние месяцы, а ранее с учетом ковида, и так было непросто, говорит главный научный сотрудник Института социологии РАН Мария Мчедлова. Возникшая кооперация между различными вузами, конечно, имеет, наверное, больше плюсов. Мы, конечно, тоже заинтересованы в том, что была магистратура, особенно в рамках совместных проектов, которые во многом выполняют функцию научной образовательной дипломатии в хорошем смысле этого слова и продвигают именно российские ценности. У нас было большое исследование по образовательной миграции, которое доказывает, что те студенты, иностранцы, которые провели год в России, совсем по-другому воспринимают и Россию, и становятся проводниками российских идей и ценностей. То же самое, конечно, мы можем посмотреть и наоборот. Ректоры столичных вузов, к которым мы звонили, либо отказывались от комментариев, либо выступили за отмену баллонской системы. Как отмена отразится на признании наших дипломов за рубежом? Мнение ректора Московского государственного педагогического университета Игоря Римаренко. Система признания дипломов, вне зависимости от баллонской декларации, так скажем, предполагала договоры стран друг с другом. И даже сейчас у России эти договоры разные о взаимном признании дипломов. Эти договоры не прописывают. Бакалавриат, магистратура — это не суть важных для этих договоров. Если есть диплом о высшем образовании, то он там продолжает признаваться, если этот договор не деанонсировал. То есть тут автоматически из этих заявлений не вытекает отказ от признания. Это делается другими отдельными договорами. Некоторые студенты брали перерыв между бакалавриатом и магистратурой, чтобы поработать и решить, на кого они хотели бы учиться дальше. Не исключено, что на фоне новостей о возможной реформе вырастут конкурсы в магистратуры. Туда придут и выпускники бакалавриата 22-го года, и те, кто выпустился несколько лет назад. Плюс придется переписывать учебные программы. С другой стороны, трехступенчатое образование очень длительное. Четыре года в бакалавриате, два в магистратуре, три-четыре в аспирантуре. До защиты кандидатской доходят гораздо меньше людей, чем в советское и постсоветское время, говорит президент финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Искендаров. Большинство ректоров, тех, кого я знаю, за то, чтобы выйти из этого процесса. Я допускаю, что будут сделаны исключения для таких вузов, в которых большое количество иностранных учащихся, например, РУДН. И раньше выезжали до 2003 года вполне нормально, в том числе до 2003 года. У нас, например, в университете активно развивалась даже программа двойного диплома, в которой мы как-то говорили с английскими, и американскими, и французскими университетами, я не думаю, что вдруг появится эта помеха сейчас. Что касается ЕГЭ, в Рособоронадзоре считают, отказ от баллонской системы не повод возвращаться к старой схеме сдачи экзаменов. Ведомстве уверены, что достойной альтернативы единому госэкзамену пока нет. Реформа большим образованием. Баллонская система прожита. Этап заявили Миноборнауки, отметив, что Россия разработает систему свою. Минпросвещение сообщили, что готова взаимодействовать с коллегами в переходе на специалитет, как основной формат подготовки в вузах. Баллонская система прожитый этап. Россия разрабатывает свою систему высшего образования, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. При этом еще в конце марта пресс-служба ведомства сообщала, что отказ от участия в баллонской системе не обсуждается. С реформой системы высшего образования торопиться не надо, считает первый зампред Думского комитета по науке и высшему образованию бывший ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Пересматривать систему высшего образования нужно очень аккуратно и осторожно. Спешки здесь точно не нужно допускать. И тут революционные шаги, они могут быть вредительны для этой системы, нужно делать это все очень эволюционно. Мы живем уже с баллонской системой, как говорят магистратура, но с 80-х, в конце 80-х годов мы начали эксперименты и потом перешли полностью на нее. Но надо отметить, что у нас очень много специальностей и сейчас образовательный процесс по ним идет в рамках специалитета. То есть очень много специальностей подготовки реализуются не двухуровнево, бакалавриат плюс магистратура, а в рамках специалитета. Порядка 100 направлений подготовки реализуются только специалитетом, там 6-летним или 5,5 лет. Если мы говорим о том, что нам нужно выработать свою систему образования, то, конечно, мы должны основываться и с одной стороны на богатом советском образовательном опыте, а с другой стороны взять все лучшее, что есть и в баллонской системе. Ведь все-таки мы понимаем за столько лет ее использования, что у нее есть плюсы, это синхронизация образовательных траекторий с другими странами. Это не только недружественные сейчас страны, вообще 80% стран в мире на двухуровневой системе, и там азиатские страны, и много-много там где-то в другом месте еще. Поэтому то, о чем говорит у нас Миноборнауки, то, что нам нужно выработать свою систему, но она будет основанной на хорошем советском опыте, специалитете и на двухуровневой системе. Много разных вариантов обсуждается. Концепция 2 плюс 2 плюс 2, потому что суммарно 6 лет, 2 года, общая основа 2 года. Это большее такое погружение в профессию, и еще 2 года это уже такая тонкая донастройка высококвалифицированного специалиста. Александр Мажуга. Россия официально присоединилась к баллонской системе в сентябре 2003-го. Она предусматривает двухуровневую систему образования, бакалавриат и магистратуру. При этом российская система включает еще подготовку по специальности в течение 5-6 лет. Отказ от баллонской системы приведет к тому, что иностранцы не поедут в Россию за образованием, а подготовленные в Россию специалисты будут не востребованы за рубежом, говорит профессор высшей школы экономики Александр Каменский. Нужно понимать, что, наверное, как и в любой другой области, не существует и, наверное, не может существовать никакая абсолютно идеальная система. Любая система имеет свои недостатки. Но мы сегодня живем в глобальном мире, в котором образование должно быть таким, чтобы человек его получивший мог его применять всюду и везде, а не только в отдельно взятом колхозе. Поэтому отказ от баллонской системы будет означать, что образование, которое будут получать в России, будет, что называется, абсолютно неконвертируемым и неприменимым нигде больше. Это первое. Второе. Баллонская система и, собственно, само ее возникновение было связано с очень серьезными изменениями на рынке труда, мировом рынке труда, на изменениями в практиках работы, связанными с появлением информационных технологий, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому баллонская система со всеми ее недостатками, она в наибольшей степени из всех ныне существующих соответствует потребностям современного человека. Отказ от нее, ничего разумного в этом я не вижу. Александр Каменский, ранее секретарь Совбезу Патрушев, интервью аргументом и фактом заявил, что считает целесообразным отказаться в России от баллонской системы образования и вернуться к отечественной модели.